Доброе утро! Всем у нас в гостях потрясающие девчонки. Это команда КВН «Маленькая леди», которая в прошлом месяце, можно так сказать, или чуть дальше, вернулась в вице-чемпионство в городе Казани, подразделение юниор-лиги. Ура! Ура! Ну что, девчонки, рассказывайте, сейчас лето. У вас каникулы от КВН или нет еще пока? Ну, мы выступаем кое-где, но не часто. Ну, все-таки такая лайтовая у вас сейчас программа, но все равно вы еще в КВНе, в игре. Рассказывайте, я знаю, что о вас очень много, на самом деле, уже легенд даже ходит. Это одна из самых юных команд, правда? Ну да. Да? Расскажи, пожалуйста. Это первая детская команда высшей лиги, которая играла. Это что? В Кировской, естественно, пока не у Маслякова. Пока не у Маслякова, как вы любите это говорить. А все в Пенеге. Да. Что, какие у вас еще за последние годы были достижения, возможно? Да, супер успех. Я знаю, что их миллиард, но давайте хотя бы самые яркие, которые... Мы выиграли в Глазове. Ой, да это давно еще. Да, ну не так давно уже. Так, Лига придурок. Это официальная Лига. Ага. Отлично. Что еще? В Казани вице-чемпионы. Да. Венеор-лиги. А еще в этом, тоже в Казани. Тоже победа. Да, у нас тоже, как это называется? В общем... Что-то еще было. Было. Да. Уже и не вспомнил. Уже и не вспомнил. Наград это, наверное, одна из самых титулованных, в том числе, команд. Да. Юные, титулованные. В общем, все карты в руки вам, да? Рассказывайте, как вас встречают остальные команды? Вот старшие, взрослые, да? Ну, мы всегда для всех кажемся очень милыми. Очень милыми. Всегда просят сфотографироваться на память. Или поиграть. Поиграть? А как сами играют? Да, разно. А куклы вы с собой носите в КВН? Да. И в перерывах играете? Да. Ну, это радостно. Это вообще мечта. Я бы мечтал давать в этой команде КВН, что можно было в перерыве между выступлениями и что-то делать еще. Играть в куклы и в машинки. Машинки? Машинки? Ну, это для меня. Машинки. Вы не играете, да? Нет. Певчонки, расскажите, ну, так как я знаю, что у вас очень много времени отнимает и игры, и учеба, и вы наверняка еще в каких-то различных и других секциях ходите, да? А вот расскажите, как ваше утро обычно проходит? Сейчас летом? Что первое, просыпаемся. Сегодня вы у нас на эфире обычно. Ну, просыпаюсь, умываюсь, ем, там, читаю, гулять, иду. Так, каникулы начались, да? Можно не в школу идти, ура! Да. Так. Обязательно и вставать, конечно, позже. Да. Читать не хотите? Нет. А как же вы сценариты для КВН? Нет, у нас список книг на лето вот такой. Да. Ну, девочки, во сколько? С листок А4. Что вы последнее прочитали? Алая паруса. Алая паруса, Томсуэр, так, молодцы. Былины. Былины. Нормально. Ну, то есть девчонки не только сценарий КВН, но еще и так же у нас читают. Так что всем советуем, да, обязательно летом читать. Ну, а также расскажите нам, девочки, как вы обычно вот готовитесь? Потому что я знаю, что команды, которые старше, у них уже есть опыт, а они уже знают, как с волнением бороться. А вот у вас как это все происходит? Ну, мы как бы сначала репетируем с листочками, потом учим там, учимся показывать это правильно. Интонации. Интонации, эмоции и всякое такое. Мы обычно всегда собираемся перед игрой, где-то за один день, может, за два дня, где у нас все нормально. Иногда за неделю. Ну, так-то да. А самое сложное в КВН для вас что? Ничего. Ничего. Все легко? Да. Слушали, Александр Васильевич, легкотня ваш КВН. Причем у тебя что-нибудь новое. Мы уже все переросли. Хорошо, а какие планы у вас на дальнейшие? То есть вот сейчас... Анапа. Анапа. В сентябре. В сентябре у нас Анапа. Что там? В лагерь КВН. И фестиваль. Юниор-лиги. Да. Что вы там будете показывать? Готовить самое лучшее или готовить новое? Самое лучшее. И может что-то новое добавить? Да, может что-то новое или самое лучшее. Наверное. И новое или лучшее. Да, может. Хорошо. Потом у вас в перспективах телевизионный КВН, правильно? Московский. Телевизионный КВН? Я сейчас смею. Ну, если не зарекомендую. Детский КВН есть. Да вы что? Тоже бесприятно. Да. А вот расскажите, как нужно заставить зал смеяться? Вот если вдруг сказали шутку и не смешно, что дальше будем делать? Значит, подача неправильной эмоций. Просто продолжать дальше сценарий. А было у вас такое или всегда смеялись? Было. Было иногда. Так, никто не расстраивался? Нет. Ну, к примеру, мы недавно вели выпуск девятого класса, там тоже очень редко смеялись. Так, и что вы делали? Ничего. Просто продолжали, да? Я как артисты, то есть доработаю корпоратив до конца и пошли домой с неделями, все нормально. Девчонки, а вот смотрите, вы все девочки в команде, да? А вот есть у вас кто-то, может быть, капитан, да? Нет. Нет? Вы все наравне? Да. Все наравне, хорошо. Нет, допустим, если есть конкурсы для капитанов, то вот три девочки, раз, два, три. Выходят? Да. Хорошо, в зависимости от конкурса. Они втроем один целый капитан, получается. Да. Как вот там взрослые, а тут они один целый капитан. Ну, примерно по возрасту как раз и бывают. Как по оранжерам собираются. Так, хорошо, а как вы друг друга поддерживаете? Потому что женский коллектив, он такой, знаете ли, непростой, да, бывает? Кому-то хочется вперед вырваться, кому-то хочется больше. Так, ну-ка рассказывайте. Что бывает? Ну, обычно договариваемся. Да, иногда по словам, когда есть какая-то смешная шутка, мы не можем определить. Ну, Андрея, мы спрашиваем обычно. Андрей – это аквата команда. Да. То есть у вас есть человек, который, в принципе, вам помогает, да, в вашем емком деле? Ну, конечно же, это важно. А есть такое, что с кем-то больше фотографируются, да? Не знаю, кому-то есть поклонники какие-то пишут. Да нет. Ну, мы надеемся, что все будет впереди, тем более после того, как вы отправитесь уже на и телевизионная лига у нас впереди, и чего только нет, я думаю, что все тогда у вас получится. А какие любимые команды КВН вообще есть у вас? Камызяки. Так, хорошо. Лучки Ярослава Гашка. Да. Детективное агентство «Умный свет» мне тоже. Я 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 тоже. Обязательно. Не забыли. Ваши кумиры, да, наверное? Хорошо, ну это здорово. КВН идет вперед. Идет. И молодеет. И молодеет. А что будет, если мы создадим, ну или не мы, да, а в Кирове будет такая мужская команда КВН, состоящая из мальчиков, так скажем, вашего же возраста? Ждете их? Хотите, чтобы такая была команда КВН? Нет. Нет. А что? Нет. Ну это их дело. Ну даже если и будут. Конкуренция? Конкуренция. Нет. Нет? Почему? Ну если бы была такая же команда из девочек таких, что это бы была конкуренция. Да. Так. А из мальчиков? Можно потерпеть. Вот такие интересные у нас КВНчики подрастают в городе Кирове. А как совмещать и учебу, и КВН, и еще много-много всего? Ну мы учебу иногда пропускаем. Да. Ну мы по уважительной причине. По уважительной. Все слышали, учебу? Уважительная причина была. Хорошо. А вот вас когда встречают, говорят, ну что, давай пошути, как обычно, это у КВНчики. Ну иногда бывает так, да. Ну ничего такого не было. В Казани был такой случай, в общем, мы бегали по хостелу с Полиной, и нам сказали, давайте шутки. И вы что? Шутка была у нас. Шутка была у нас. Шутка была у нас. Хочется нам, чтобы вы нас удивили, потому что это все прекрасно, когда вы стоите и рассказываете, нам хочется посмотреть хотя бы маленький кусочек того выступления. И с Казани, может быть, финала какой-нибудь, может быть, начальную песню или что-то такое. Просим, давайте. Давайте. Давайте, бросим, бросим. Три, четыре. А сейчас в Казани. Левушку в финале. Мы по вам скучали. Е-е-е-е-е. И там Даня. И там Даня. И там Даня. Да. Замечательно. Ну что, хорошо, что вы не в Казани, хорошо, что вы в Кирове, хорошо, что вы на Девятка ТВ. И еще нам, знаете, что важно? Я хочу, чтобы вы всех-всех-всех зарядили наших телезрителей на успех, на победу. Вот расскажите, что вы делаете перед тем, как выйти на сцену и победить. У нас есть крючалка. Крючалка есть. Она всегда помогает. Давайте. Все вместе сейчас, со всеми телезрителями. Можно мы с вами? Да. Мы тоже в команде. Мы тоже в финале. Три, четыре. Все.